Добрый вечер, в эфире канала Телемикс. Что намерены предпринять власти округа, сегодня расскажет наш гость Евгений Фингт, начальник отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. Здравствуйте, Евгений Арнольдович, спасибо, что пришли к нам отдуваться за эту непростую тему. Сегодня же мы будем затрагивать и вопросы с дорогами. Но вот сейчас в целом, какова ситуация по мостам? Как вы ее в целом можете описать? У нас еще есть сюжет о недавнем проезде, но вот для начала такая вводная часть. Добрый вечер, дорогие жители города Уссуриска. Поставленный вопрос мосты, их состояние. На самом деле вчера вместе с исполняющим обязанности главы города Сергея Викторовича Ефремовым была короткая инспекция мостовых сооружений с привлечением специалистов. Скажу несколько общих слов. Всего в Уссурисском городском округе 37 мостовых сооружений, из которых 24 в полном смысле моста в общем понимании. Вот. И 13, так называемые, трубчатые проезды. Ну, действительно, примерно треть мостов требует тщательного, внимательного подхода к их содержанию. Это такие мосты, важные для города. Комсомольский мост, Пушкинский мост, мост по улице Чечерина. На сегодняшний день их состояние удовлетворительно. Были несколько звонков тревожных от жителей о том, что вызывает сомнения состояние мостов. На самом деле мосты обследуются ежегодно. Состояние этих мостов далеко от аварийного, но необходимо провести планово предупредительный ремонт, чтобы сохранить существующие конструкции. То есть, ну, коротко из примера, то есть покрывается железобетонные изделия специальным составом, который его укрепляет, то есть не дает возможности туда попадать и грибковым элементам, и влаге. То есть те места, где какие-то микротрещины, то есть это все заполняется, практически восстанавливается. Несущие свойства мостовых сооружений. Вот. И два моста, которые действительно, ну, не так уж совсем остро выглядит ситуация и с их техническим состоянием, но, тем не менее, вызывают тревогу. Это мост по улице Урицкого. Ну, в конце улицы Урицкого, буквально перед развилкой Шахтерской первой и второй улицей. Вот. И мост в воздвиженке, ну, так называемый мост СХТ. Мост Урицкого, с точки зрения технического языка, можно назвать в аварийном состоянии, но не в угрожающем. То есть, дорогие жители, не пугайтесь, это не значит, что там завтра что-то начнет проваливаться или отваливаться. А мост СХТ выглядит, некоторые места у моста въезд и съезд достаточно, ну, так сказать, опасно на вид. На самом деле этот мост не аварийный. Вот. Он требует планово-предупрительного ремонта. Можно я вас прерву? Мы еще к городским мостам вернемся. Хочется показать материал, который отсняли наши корреспонденты во время проезда с первым заместителем главы администрации. И там осмотрели не только городские мосты, но и мосты, за которые отвечает край. Ну, а наши уважаемые телезрители могут звонить по телефону 33 72 74 и 33 72 76 к нам в эфир. Задавайте вопросы нашему гостю. Напомню, тема мосты, ну, а говорим и о дорогах нашего городского округа. Итак, внимание на экран. Мост Воздвиженки исследуют вдоль и поперек. Через эту переправу ежедневно жители села едут на работу в город. Автомобильный поток немаленький, а конструкцию не ремонтировали уже много лет. К тому же по ту сторону моста выделены участки для многодетных. При строительных работах нагрузка еще увеличится. Это уже другой объект. Мост на Лемечевку, что рядом с Тимирязевским. Еще в 90-е годы его строили для проезда только одной машины. Теперь объект и вовсе считается пешеходным. Транспорт едет вброд. По воздушной переправе небезопасно. Но этот водный путь исчезает в период проливных дождей. Есть объезд через Слободу, а это дополнительно 40 километров пути. По предварительным подсчетам новая конструкция обойдется местному бюджету в 220 миллионов рублей. У нас по проекту, вот он там как раз располагается. Мост, который мы проектируем сейчас, он как раз вот там располагается. Начнем у нас делать получается здесь по переливе. Здесь по нас было сказано, если пролет уменьшен, и нас и взял, тогда их начнем топить. А у этого 100 метров пролет длина мостового сооружения какая-то. Тут ни в горы, ни в препятствии не будет пропускной воды. Специалисты осматривают деталь на каждую конструкцию. В целом на балансе Уссурийской земли 35 мостов. Еще 50 – краевого подчинения. Все их обследуют и вынесут решение. На некоторые объекты специалисты вернутся с приборами особой чувствительности. Есть мосты, где внешне, ну вроде как все хорошо, да, но эксперты всегда оставляют. Маячки смотрят, как реагируют на перепады и на нагрузки сами мосты. И, соответственно, выдают экспертное заключение – мост аварийный, либо неаварийный. Ну и, соответственно, сразу же дополняют неким проектным решением, что нужно сделать, чтобы, допустим, его привести в нормальное состояние. Все мостовые конструкции возводились в советские годы, и многие дослуживают свой срок. Сейчас, чтобы избежать дальнейших разрушений, нужно работать на опережение. Кемерязик – он реально аварийный мост, аварийный уже давно. Там однозначно надо как-то решать эти вопросы. Смотрели, пока геометрические параметры по Воздвиженскому мосту пойдут, потом смотреть с приборами, потому что там есть места разрушения бетона и проседания опоры. Именно благодаря таким обследованиям вовремя восстановлен мост в Улитовке. Буквально на днях приступят к капитальному ремонту Кондратеновки. Сдвинулось дело и с многострадальным Крауновским мостом. Пройдена серьезная экспертиза. Работы по капитальному строительству должны начаться уже осенью. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Мы продолжаем программу «Накипело». Только что мы посмотрели сюжет со вчерашней инспекции по мостам округа. Целая бригада специалистов объехала практически все, а самое главное – аварийные места. И хочется, вы знаете, спросить про самые неудобные, скажем так, мосты. И первый из них – это мост в Тимирязевке на Лемечевку. Он, как мы уже, наверное, не первый год говорим и говорили, и объясняем жителям, что он пешеходный. Но кому это интересно, если люди им привыкли пользоваться, и статус, собственно, его никто не воспринимает. Правильно? Все продолжают ездить, потому что это более короткий путь и в детский сад, и в школу Тимирязевки. И если делать объезд по Слободе, такой существует, правильно, по заверению именно начальника территории, 40 километров. 40 километров ехать в детский сад, представляете, когда, вот, пожалуйста, рукой подать возможно. Ну вот что с этим мостом? Какие планы на него? Ремонт, чтобы он был дальше пешеходным. Но нужен ли он пешеходный, если по нему действительно нужно ехать? Вот есть какое-то видение у администрации по поводу этого моста? Понятно, что колоссальные суммы нужны, ну, может быть, на годы вперед. Да, действительно, мост через реку Лемечевка, во-первых, он однозначно аварийный, однозначно. И даже на небольших машинах, если там ездить визуально, есть ощущение, что вроде бы как ничего, нигде он там особо не просел под машиной, вот поверьте, что поломается вдруг резко, как спичка. То есть до поры держит, потом хрустнет и провалится. Любой паводок правильно может спровоцировать? И даже не паводок, пусть не так уж интенсивно, большие грузы там, естественно, не ездят, но, тем не менее, мост в таком состоянии, ну, он в полном смысле аварийный. Рассматривается, естественно, администрацией вопрос строительства, ну, практически нового моста. На 2017 год выделены деньги на проектирование, это порядка 8 миллионов, вот запущено проектирование, процесс небыстрый однозначно, потому что на исполнение проекта мостового сооружения с учетом, ну, то есть там и геосъемки, то есть процедура достаточно длительная и скрупулезная, никто из специалистов рисковать не хочет, все будет на 10 раз пересчитано, особенно потому что, ну, паводки наши, район расположения этого моста предполагает повышение уровня, там, многократная воды, нагрузки большие, то есть это будет долго. Но будет. Будет. И он будет автомобильным. В этом году, дай Бог, получилось. Ну, ключевое, будет ли он автомобильным, да. Проект заказан. Будем следить за ситуацией, в общем, будем не раз вас приглашать и спрашивать про этот мост однозначно. Бога ради, еще, пользуясь случаем, скажу, что проезд через тоннель со стороны Слободы, ну, во-первых, 40 километров в объезд, ну, немножко... Преувеличен? Преувеличен. Вот, естественно. Может, до Темирязевки вот так вот подсчитывали? Естественно, не 40. Вот. И вот этот проезд, так называемый тоннель, хотя это водопропускное сооружение для железнодорожников, постараемся в этом году запланированы, уже выделены материалы, внесено в план в третьем квартале поменять лотки, которые там проложены для того, чтобы зимой вода не переполняла, и ручей направить, то есть выполнить мероприятие для того, чтобы ручей этот был управляемый. Ну, естественно, если будет паводок большой, чтобы не унесло то, что отсыпем. Ну, вот. Но в период обычной, так сказать, погоды, которая есть, чтобы там можно было двигаться и зимой, и летом. У нас первый звонок в студию. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Алло, здравствуйте. Говорите. Я вот хотел по поводу МОСа на утесную. Почему хотя бы вот дырки с золотарей там невозможно проезжать? Колеса аж проваливаются. Такие дыры. Спасибо большое. Наш это мост или краевого подчинения? Это мост краевой. Можем ли мы как-то влиять? Выходить с инициативой? Нет. Требовать, просить? Естественно, можем. Естественно, влияем. Вот стремимся, так сказать, в первую очередь в их планах поместить мосты, которые... То есть, чем быстрее их, скажем, поухаживаем, тем меньше они будут разрушаться. Вот. И в направлении утесного предполагается капитальный ремонт дорожного полотна, подъем уровня для того, чтобы избежать подтопления, и что впоследствии никакой поводок нас не отрезал наших жителей с направления утесного. Ну, это та же дорога, которая уже капитально отремонтирована? Это та же, но она будет поднята, наверное, на 2-2,5 метра. Еще будет? Да, будет исполнять функцию и дороги, и дамбы, чтобы уберечь жителей города. Очень интересно, сроки, когда ее будут модифицировать, скажем так? Если получится, то в этом году исполним проект, и на следующий год уже войдем в программу софинансирования, значит, удалось найти лазеечку в федеральной программе, и в следующем году тогда эти работы исполним, если получится в этом году выполнить проектные работы. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 33-72-74 и 33-72-76, задавать свои вопросы, которые касаются и мостов округа, ну и, конечно же, дорожного ремонта. Потому что специалист у нас сегодня, скажем так, универсальный, и отвечаете вы за ремонт дорог. Но можно я сразу к ним и перейду, потому что спросить про самые острые вот эти моменты, о которых ежедневно думают и матерят, наверное, очень многие автомобилисты. Волочаевская и газовые вот эти вот ямы, что по ним в этом году предпринято буквально 2 недели назад? У нас в гостях был глава администрации, говорил о том, что Волочаевская, возможно, вот в этом году как-то сдвинулся вопрос. Может быть, уже известна новая информация. И Кузнечная, естественно, да? Ну да, то есть все то, где была проложена канализационная труба. Все то, где коллектор поменяли, да. Я немножко вернусь к предыдущему вопросу. Ввел заблуждение, мост на Утесной, это наш мост, не краевой, наш. Поэтому в плане ямочного ремонта, я вот сейчас просто посмотрел, он включен. Небольшой объем там работы. В третьем квартале, да. В осень, так, ориентировочно. Так, возвращаемся в город. И к больному вопросу улица Волочаевская, Кузнечная, то есть там, где центральный рынок бывший. Значит, за время прошедшее после встречи главы в эфире с жителями, ситуация финансово не изменилась, к сожалению. Но по-прежнему, сложно сказать, но по-прежнему есть надежда, что в этом году при малейшей возможности получить минимальное финансирование на ремонт улицы Волочаевской, Кузнечной, то это будет исполнено. Ну, грейдировать дорогу хотя бы, да, чтобы они не нужно было на седанах. Составлен график грейдирования и обеспыливания. Ну, пока на сегодняшний день другого варианта содержания дороги пока нет. Вот вытащить из кармана порядка 30 миллионов из нашей казны, это сегодня пока нереально. Если будет экономия дорог, мы в этом году запланировали ремонт 13 дорог в городе, пройдут аукционы, если оттуда что-то натянется, вот, естественно, это пойдет на ремонт улицы Волочаевской. Все понятно. Тогда возвращаемся в село, возвращаемся к другому нашему больному мосту, в Крауновке. И мы уже все, наверное, знаем, что да, он не городской, и да, город ничего там не мог поделать. Каковы вообще подвижки там? Была информация, что в прошлом году уже проектные работы завершены, потом информация обновлялась, что это и весной они завершены, о том, что его начнут в сентябре делать, потом в конце осени. Вот обновите нам сейчас еще раз информацию, какая актуальная на сегодняшний день. Значит, на сегодняшний день пройдена государственная экспертиза проекта, то есть это тоже процедура очень долгая, никто вас, дорогие жители, не обманул по срокам, это не было, кажется, попыткой уйти от ответа. Вопрос серьезный, на контроле находится и у руководства Краевого, и, естественно, у главы администрации нашего округа. Значит, госэкспертиза пройдена, готовится техническое задание и аукционная документация, то есть в ближайшее время это все будет размещено на торговой площадке. Вот, заключен госконтракт и срок исполнения работ по строительству моста 11 месяцев. То есть, ну, ориентируясь, если там не будет препонов при проведении аукционов, есть такая практика на ровном месте, вот спотыкаемся, то окончание работ, ну, август, сентябрь, ну, октябрь следующего года. Но то, что его начнут в этом году, надежда... Его начнут в этом году. Хорошо, у нас впереди короткая реклама, вы можете звонить к нам по телефону 33 72 74 и 33 72 76. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Накипело». В прямом эфире мы сегодня говорим о мостах округа, об их состоянии, об их ремонте, ну, и касаемся еще и дорог, дорог Уссурийска. Практически каждый четверг мы говорим про дороги, но потому что эта тема, ну, абсолютно всегда для нас актуальна. Можно тоже немножечко про дороги? А, режиссер подсказывает, у нас звоночек в студию. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Мы живем по улице Кирова, у нас дорога разбита, ни ливневки нету, ничего. Подскажите, что делать? И второй вопрос. На улице Некрасово, где район, остановки, как на улице, ну, как в город ехать, все разбито, не подойти к остановке, не уехать спокойно. Спасибо за звонок. Спасибо вам большое. Остановки, вы знаете, особенный вот такой наболевший момент. К нам регулярно обращаются активные жители. Давайте начнем, наверное, с Кирова, а потом прошу прям подробно про остановки и планы там отношений. Ну, улица Кирова, к сожалению, вы не указали примерно в створе каких домов. Об этой улице вы ведете речь, потому что не вся улица Кирова без ливневки, без куветов. Вот, часть улицы Кирова имеет куветы. Если это район домов, там, 50-й, 52-й, 53-й, 55-й, то в этом году запланировали провести проектно-инженерное обследование, чтобы понять, каким образом там обустроить отвод воды. Географически, сейчас я дойду. Географически место расположено так, по рельефу, что вода там будет собираться. Пока вопрос отведения воды нерешим, дорога там будет гибнуть все время. Сама Кирова, я по этой улице ездил сегодня, не такая она страшная, поверьте. Вот. Но, исходя из того, что она нагруженная, в среднем раз в неделю мы ее объезжаем и проверяем, в каком состоянии находится. Вот. В графике ямочного ремонта она стоит в числе первых на вторую половину июня. Вот, естественно, ну, ближайшую там неделю, может быть, полторы ямочный ремонт там будет выполнен. Вы знаете, где поворот на Кирова, там уже идут работы. Кирова-Комарова. Кирова-Комарова. Да, там поменяли трубу, потому что проблемы были жители лежачих домов, и частный сектор тонул из-за этого. Во-вторых, этот поворот расширили, вот, там закончили оголовки, то есть сейчас, грубо говоря, грунт осядет, и там заасфальтируем. Сделаем более удобную обочину со стороны улицы Пионерской, вот, по Кирову, чтобы транспорт стоящий, желающий повернуть налево, можно было объехать поспокойнее. Укрепим обочину, сделаем пошире, если вдруг с ямочного ремонта останутся хоть какие-то крохи, мы там положим асфальт. Потому что, на самом деле, дорога нагруженная. Ливневой канализацией по улице Кирова мы занимаемся, вопрос, ну, неправдный, и состояние улицы Кирова, ну, на сегодняшний день оно неотвратительное, я вас хочу уверить. Есть места, где и грузовой поток, транспортный поток более интенсивный, и состояние пока на сегодняшний день, ну, похуже, чем Кирова. Поэтому, ну, чуть-чуть потерпите, пожалуйста. Остановки. И автобусные остановки. Вот это, это про весь город. Это про весь город, это на самом деле проблема. Вот, автобусными остановками долгое время, ну, можно сказать, никогда толком не занимались, там, где было горячо, что-то там припекало, сильно делали. Вот, достаточно затратное мероприятие, требования ГОСТа, которые на сегодняшний день существуют к автобусным остановкам, они подчас для нашего города немыслимы, не представляем, как исполнить требования. Вот, что касается автобусных остановок по улице Некрасова, значит, если это створ школы, там у нас какая школа? Ну, вы знаете, весь центр разбит, вот я вот пользуюсь общественным транспортом, все, что возле площади, ну, вот самые даже центральные спускаются с остановки в лужу. В лужу, я все, значит, смотрите, автобусные остановки в план ремонта на этот год включены, имеется в виду подходы к дорожному, дорожное полотно в районе автобусных остановок. Ямочный ремонт и по возможности там, где есть возможность увезти воду, она будет отведена. Но, к сожалению, в условиях дефицитного бюджета предусмотреть, ну, чтобы нам привести автобусные остановки в порядок, те, которые есть, поменять там крышу, там, где есть необходимость поставить лавочки, подремонтировать. Расписание повесить в конце концов. На это все, вот, просто хоть чуть-чуть поддержать. Порядка 38-40 миллионов рублей, чтобы, ну, как-то вот облагородить, потому что, ну, все получается недешево. Ну, может быть, есть инициатива там на следующий год, бюджет включен, какую-то программу. В этом году автобусные остановки обследуются планово, то есть намечается, какой объем работ, чтобы можно было понять, сколько денег удастся включить в план на следующий год. Часть ремонтных работ по автобусным остановкам и самих платформ, где-то там, может быть, поменяем кровля, вот, включены. Но там, к сожалению, в этом году сумма небольшая, но там, где, ну, в самом плохом состоянии автобусной остановки, которая сейчас находится, они будут отремонтированы. У нас еще один звоночек, это последний звонок, у нас осталось 3 минуты эфира, если можно, лаконично, мы вас слушаем. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, проспект Блюхера, когда будут ремонтировать, особенности начала и район завода, локомотиворемонстного? Спасибо большое за вопрос. Значит, улица Блюхера однозначно стоит в плане, вот, центральные улицы города и Слободы, самые нагруженные, вот, они, я думаю, что, наверное, успеем до конца июня эти улицы объехать. Я имею в виду, с ямочным ремонтом. Сплошного асфальтирования улицы Блюхера в этом году, естественно, не будет. А ямочному ремонту, я вообще, по-моему, в графике не помню, наверное, на следующей неделе, может быть, там, через неделю, там, полторы. Лишь бы не помешал дождь. И можно, вот, лично мой вопрос, две минуты у нас эфира. Мельничная Приморская. На прошлой неделе снимали сюжет о том, что вот-вот закончен, вот еще два дня, вот еще два дня. И сейчас там выборочно лежат вот латки асфальта. В чем смысл? Вот есть дырки, есть латки. Дырки, латки, а бригады ушли. Это невозможно понять, осознать. Не ищите логику в этом. Бригады ушли аварийно оттуда. Вот там, где латка, не латка. Вообще, грубо говоря, при объезде города в начале мая состояние улицы Мельничной и съезда во дворы было, скажем, в зелененьком состоянии. Мы наметили объемы, но к середине июня состояние этой дороги в разы ухудшилось. Поэтому при том объеме, который был запланирован, сейчас самые больные места закрыли. Туда вернемся. Доделаем. Доделаем. Хорошо, у нас закончилось время. Спасибо большое, что отвечали на эти очень сложные, неудобные вопросы. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваши звонки, за ваше внимание. Включайте свои телевизоры по четвергам в 8.00. И мы будем в прямом эфире разговаривать с чиновниками, представителями власти об актуальных проблемах нашего города. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин